Вот я должен сознаться, что я в некотором замешательстве, потому что мы с Сергеем знакомы больше 30 лет, 30 лет точно. И я знаю, что Сережа когда-то снял фильмы «Кикс», написал, потом был фильм «Серк и молот». Я сяду, я же не говорю, что я в замешательстве, поэтому… Написал сценарий «Фимаса», между прочим. Отдельный аплодисмент. Но потом стал продюсером, и когда-то мы вместе работали на киностудии имени Горького, Сергей был директором студии. И, честно сказать, для меня большая неожиданность, что вот такой кульбит, переворот совершился в твоей жизни, и ты вернулся в режиссуру. И поэтому первый вопрос у меня об этом. Вот с чем это связано, наверное, правильно сказать, внутри тебя? Ну, действительно, ты знаешь про меня, наверное, практически все больше, чем я сам. Чтобы объяснить, почему я решил вернуться к этому занятию, наверное, надо начать с того, почему я его бросил в свое время. Я сделал два фильма, как ты прекрасно знаешь, как режиссер. «Кикс и серп и молот». Это был последний из них, вышел в 1994 году. Естественно, любой автор делает фильмы, потому что он хочет что-то выкрикнуть, что-то сказать хочет. Видимо, хотел и я. И в то же время, как я сейчас понимаю, не только хотел это выкрикнуть, но и очень боялся выкрикнуть честно. Потому что то, что там бы выкрикнулось бы, если абсолютно честно, то мне представлялось кривым, кособоким, непричесанным. То есть вот это вот маята внутреннее. Хотелось с утра умыться, причесаться, почистить зубы, одеть красивый костюм, выйти, чтобы все сказали, какой я красавец, как я изящно выгляжу, какой я изысканный. И вот мне хотелось, чтобы меня таким воспринимали, прекрасным, изысканным, успешным. И я искал для этого соответствующие истории, сюжеты, соответствующие подходы к кино. И эти фильмы не были прямыми высказываниями. То есть это были какие-то стилистические опыты, стилистические игры, постмодернистские ходы и так далее. Да, превращение мужчины в женщины в фильме. Да. Серпа Мола, где-то роль играл Алексей Серебряков. На самом деле, ну то есть как бы, в общем, основной моей целью, видимо, я этого не понимал, я бы тогда так не сказал, если бы меня спросили. Сейчас я понимаю, что основной моей целью было не рассказать о том, что на самом деле у меня внутри, а чтобы наоборот сделать так, чтобы никто не догадался. Опять-таки, как начинающий киновед, сейчас анализирующий собственное творчество 25-летней давности, я вижу, что если разобраться, то первый фильм «Кикс» – история двойника знаменитой певицы. Девушка из провинциального города становится двойником знаменитой певицы. И существует дальше в ее обличье. В ее обличье. Причем у нее раскрашенное лицо. В общем, ну, похоже на то, что я описывал сейчас. То есть человек, который старается быть не самим собой, кем-то другим. Серп и молот, который ты упомянул, ну, там еще круче. Там, вообще-то, это была девушка, да, которая стала юношей. То есть наоборот, даже я уже перепутался, да, наоборот. Да. То есть под чужим именем. В общем, человек, живущий в неком теле, живет душа совершенно другая. И это, видимо, не случайно, потому что, опять-таки, я вспоминаю, когда мне было 15 лет, я читал книжку Николая Еврейного про художников. Про то, как они пишут портреты. И смысл, в общем, и то, что он доказывал в этой книжке, было, что художники никогда не пишут портреты. Они пишут всегда автопортреты. То есть они пишут кого-то, на самом деле они пишут себя. Ну, не специально так получается. Ну, вот. Короче говоря, вот такие вот, видимо, тот когнитивный диссонанс, который я испытывал от того, что я, с одной стороны, хочу рассказать о себе, с другой стороны, очень боюсь, что обо мне узнают настоящую страшную правду. Заставил меня сделать эту длительную паузу. И, собственно, убедить себя в том, что лучше я не буду этим заниматься. Я буду прекрасным продюсером. Я очень счастлив буду этим делом. И много лет я делал фильмы как продюсер, убеждая себя, что абсолютно мне это достаточно. Но, видимо, я оказался продюсером не настоящим. И мне все-таки… В общем, короче говоря, когда прошло больше 20 лет, и я понял, что абсолютно ничего страшного такого уж во мне нету, чтобы об этом рассказать. То я решил, что все, пришло время. Я написал этот сценарий. И его сделал, и, я думаю, согласитесь, этот фильм не имеет никаких иносказаний, никаких стилистических подвывертов. Его я делал совершенно по-другому, с другими чувствами, чем делал. Это все достаточно просто, да? Ну, мне кажется… Сереж, я предлагаю здесь сделать паузу, потому что мы-то, в общем, можем погрузиться в это 30-летнее отсутствие присутствия. Но люди, которые пришли сегодня в кино, они смотрели именно кино. И поэтому у них наверняка есть своя точка зрения, взгляд, вопрос, впечатление. И мы всегда сможем вернуться и опять, так сказать, поговорить, или опять вернуться. Но все-таки я хотел бы, чтобы наша аудитория чувствовала себя сегодня тоже в комфорте. Я имею в виду комфорт, понимание и смысл. Пожалуйста, ваши вопросы, впечатления. На последнем ряду есть. Я хочу спросить вас. Во-первых, сказать огромное спасибо за фильм. А во-вторых, спросить толчком послужило вот к написанию сценария. Документальный фильм про Сашу Гальцкого. Я увидела на кинопробе в 2018 году этот фильм, и он меня не отпускает до сих пор. И вот буквально, как только первую доску показали, я сразу же, ох, как у Саши Гальцкого. Скажите, пожалуйста. Нет, не документальный фильм о Саше Гальцком, а просто я познакомился с Сашей Гальцким. Документального фильма, кстати, по-моему, тогда еще и не было. Я писал этот сценарий, не зная, чем закончится фильм. И в этот момент я был в Израиле и познакомился с Сашей. И пошел к нему в одну из его групп, где он учит стариков. И, наверное, не все знают, кто это, поэтому я поясню. Саша Гальцкий – это израильский художник русского происхождения, который лет 10 назад решил, что он больше художником не хочет быть, а он вместо этого пойдет в дома для престарелых и будет там стариков учить вырезать по дереву. Ну, точно как вот мой герой в конце фильма. И эти, собственно, многие из снятых там людей – это реальные ученики Саши Гальцкого. Ну, их привезли, мы собрали, сделали с ними эту сцену. И эти вот дощечки, которые… Почему я вас просил досмотреть титры? Это все работы, реальные работы учеников Саши Гальцкого. В какой-то момент он дал задание всем своим ученикам, у него ученики от 80 до 105 лет. Он дал им картину Ван Гога «Папаша Танги» и сказал, вот давайте сделаем ее. И вот они сделали 80, 80 человек сделали 80 разных вариантов. И он, вся его жизнь посвящена тому, что он каждый день ходит в эти дома для престарелых и ведет эти группы для стариков. Ну, и также еще он, кстати, пишет прекрасные книжки сейчас про то, «Как нам выжить с пожилыми родителями». Арт-терапия, да? Да. Да, пожалуйста. То есть вы не знали, чем закончится у вас сценарий? Да, да. Да, у меня не было финала, я не знал, чем закончится. Когда я с ним познакомился, я понял, что просто-напросто вот его историю, как этот кульбит, который он сделал, когда он отказался от того, что ему казалось должно составлять смысл всей его жизни ради чего-то другого, что на самом деле принесло в его жизнь куда больше, видимо, удовлетворения. Тут я понял, какой должен быть финал. Ну, тем не менее, тема старости была, она все-таки, наверное, присутствовала с самого начала. Нет, конечно, конечно. Собственно, Саша подарил мне вот этот финал, эпилог. Такой оптимистичный, при всей сложности этого материала. Пожалуйста. Да, есть. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кроме Алексея Серебрякова на главную роль мы кого-то смотрели? Кроме… Рассматривался. Рассматривался кто-то? Еще, может, какие-то пробы были? Нет. Интересно. Нет, никто не рассматривался. И он был утвержден еще до того, как был написан сценарий. Я написал несколько сцен и дал ему почитать их. А надо сказать, что на протяжении последних 20 лет он меня очень ругал, что я не пишу сценарий и не хочу снимать с ним кино. А я все отбивался. И тут я дал ему почитать эти сцены. И он сказал, что я должен обязательно их сделать, что ему очень понравилось. Я видел действительно, что его это задело. А я прекрасно знаю его как актера с тех пор, как мы работали на Серпе и Молоте. И потом много раз еще, когда я продюсировал фильмы, например, «Пирамида» про Мавроди. Он играл Мавроди. Я его прекрасно знал в работе и в жизни. И я прекрасно понимал, что это абсолютно его роли. И когда я уже дальше писал сценарий, я просто писал на него. Альбрыхский? Альбрыхский появился за 10 дней до съемок. А как это было? Кто подвел? Кто не пришел? Я не буду называть фамилию этой актрисы, но это была актриса, а не актриса. Это была женская роль? Это была женская роль. Сценарий был написан чуть-чуть по-другому. Сценарий был написан про сына и мать. Но с матерью не сложилось. Не сложилось просто. Ну что, у матери была такая мужская профессия, как бережон. Да. Мне казалось как раз, что это... Ну, а что, бывали такие... Вообще-то, это не было один раз, когда Эвербак ставил фильм «Монолог», где главную роль, как вы помните, сыграл Михаил Андреевич Глузский. У него был большой соблазн переписать эту роль на Раневскую. Он уже даже собрался. Что-то его остановило. А у вас это случилось в реальности. Но опять же, с перевертыванием. Из мужской роли в женскую, здесь из женской мужской. Ну, то есть не было бы счастья, да не счастье помогло. В общем, я думаю, что... А почему именно он? Ну, можно было бы поискать русского актера или там другую русскую актрису? Честно говоря, это было первое... У меня вообще... У меня был список актеров этого возраста. И мужчин, и женщин. Ну, так получилось, что он у меня был просто этот список, потому что я другой по себе делал проект какое-то время до этого. Я посмотрел на этот список. С Альбергским я общался там за некоторое время до этого, как раз по поводу другого проекта, который я решил не делать. И... Ну, мне показалось, что прям вот он... Что с Серебряковым они кликнут. Ну, во всех отношениях. И внешне, и... Ну, вообще возник такой мужской вариант картины Бергмана «Осенние сонаты», да? Там тоже, кстати, музыкальная тема присутствует, да? И вот эти взаимоотношения. Ну, как-то вот попало. Мужчина, мать и сын, даже я уже... У меня это полная неожиданность. И даже себе представить не могу, как бы там развивались эти отношения. Что бы там делала эта Ирина, которая играет Коренева, да? И многое-многое другое. Ну, да, ну, естественно, нет, Ирина была в том сценаре, но по-другому. Все по-другому. Ну, по-другому как-то немножко, да. Ну, это просто откровение. Я думаю, что это тоже могло иметь право на существование. Вот этим, на самом деле, мне очень... Вот такие вещи мне очень нравятся в кино, и, честно говоря, в жизни, когда вдруг, как будто случайно, происходит что-то, что полностью все переворачивает. И мне кажется, сейчас я очень счастлив, что так получилось. Мне кажется, выдающийся дуэт двух актеров и Альбрысский. В общем, достаточно самоотверженная роль. Молодой всегда, красавец, победительный, с блеском. И тут вот покрыться всей этой коростой. И это, конечно, ой-ой-ой. Но, с другой стороны, действительно очень так серьезно поставлена эта тема старости, отсутствующая, присутствующая в жизни, почти отсутствующая в каких-то жизненных институциях, и в искусстве тоже. Это все... Нет, я правда в смущении, я с этого начал. Чему ты смущаешься? Ну, потому что мало кто к этому обращается. Институт старости – это какая-то отсутствующая в нашей жизни величина. Вот детство... Ну, там тоже много вранья, конечно, лицемерия. Но с детства все носятся. Со старостью, по-моему, даже никто и не носится. Настолько убито, неинтересно. Ну, да, там на Западе какие-то есть свои вот эти благородные дома и так далее, и так далее. И в этой картине есть определенный момент такой отвлеченности. Вы заметили фильм не про Россию? Латвия, Израиль, польский актер, там какие-то упоминания других стран. Россия отсутствует, потому что это для России не мыслимая история. Невозможная история, даже если речь идет о каком-то известном, всемирно известном дирижере или каком-то другом человеке. Ну, почему? Я вполне представляю себе, что это могло происходить и в России, и у меня не было априори такого изначально, что ни в коем случае мы не будем снимать в России. На самом деле, почему мы снимали в Латвии, опять-таки случай. Мы искали, мне нужно было найти дом. Потому что дом очень важный, очень важный мир этого героя, где живет герой Альбрыхского. Я ездил в Одессу, я ездил в Белиссию. Это могло бы быть, в принципе, в любом крупном городе постсоветского пространства, где есть симфонические архитекты. Но это не Россия все-таки. Это могла быть и Москва. Нет, в Москве я тоже искал, естественно. И в Москве, и в Питере. Искали дом. Искали квартиру. А квартиру? В Москве это могла бы быть. Нет, искали или дом, или квартиру. Неважно. Лишь бы мир был правильный. Но ничего не находилось. А в Юрмале нашлось. И когда нашлось, и в Таллине смотрели, и в Вильнюсе смотрели. Ну, неважно. Всюду, где мог быть русскоязычный, где был русскоязычный мир, где люди могли говорить на русском языке, где был симфонический оркестр, чтобы там был дирижер. Меня все устраивало, потому что никаких социальных и политических коннотаций мне в этом фильме не нужно наоборот. Это не про это. Это, безусловно, не про это. Но есть как бы просто мир бытовой, вещественный, мир отношений. Люди, которые не говорят про деньги. Здесь нет проблемы долга. Здесь нет проблемы какого-то денежного дефицита. Это очень благополучно. Это не мешает картине. Как раз это ее такая очень красивая, правильная подложка всех других отношений. Иначе бы, может быть, все бы утонуло как раз в какой-то бытовой. Так мне кажется. Может быть, есть другие точки зрения. Пожалуйста, ваши впечатления. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос. В начале нашей встречи вы говорили о том, что очень интересная международная была история у этого фильма. Вы частично уже ответили на мой вопрос. Какие-то, может быть, были интересные во время съемок истории? Может, есть что-то у вас рассказать интересное? Потому что безумно красивая картинка, очень красивые эстетичные съемки. Если есть какие-то интересные факты, было бы интересно послушать. Спасибо. Ну, может быть, надо рассказать вам про этот дом просто. Этот дом в Юрмале, на самом деле, как ни удивительно, этот дом нельзя не заметить. Это просто в центре города стоит самый красивый дом в Юрмале, в котором почему-то никогда не снимали кино. Он построен в 19 веке промышленником крупным латвийским. Сейчас принадлежит университету, и он стоит абсолютно пустой, и его пустым сдают под свадьбы и всякие корпоративы. Ну, там нет мебели. Весь мир, который там внутри, это то, что мы принесли туда. Ну, и внешне он выглядит, на самом деле, в реальной жизни не совсем так. Тут и компьютерной графикой моего мы сделали поменьше, срезали его верхушки, повесили на него всякую растительность и так далее. И так далее, и так далее. На самом деле, от того, что этот дом появился, чем-то мне так понравился, появилась эта тема, тема этой такой суровой, лаконичной, северной Латвии, и, как естественно, ей противопоставление, такой шумный, яркий Израиль. Здесь целая береница женских ролей, очень небольших, не всегда по смыслу даже сразу улавливаешь, кто кому кем приходится. Но, тем не менее, я думаю, мы все ощутили благодарность режиссеру, потому что здесь, во-первых, возникла Наталья Негода. Кто-то, может быть, ее не сразу узнал или даже не узнал. В этой картине есть Лена Коренева, о которой мы тоже сегодня сказали. Есть Светлана Немоляева, довольно небольшой, но тоже заметной, яркой работе. Есть Ольга Остраумова, такой женский мир. Это все тоже переписывалось под главного героя, который был сначала женщиной, а стал мужчиной? Ну, роль Негода не переписывалась, потому что она как бы… Женский мир, женский мир во всем. Да, я понимаю, да, нет, но роль Негода не переписывалась, а другие, да, конечно, там роли Остраумовы просто не было в том сценарии раньше. Там должен был быть Басилашвили. Извините. Хотела бы сказать большое спасибо за то, что вы подняли действительно такую тему, которая, ну, тема про стариков. Мы действительно не готовы к этой теме, и мы, ну, общество его очень серьезно замалчивает. Большое вам спасибо. Спасибо за работу актеров. И особо хочется подчеркнуть работу художников. Ну, я такой человек, я очень люблю детали. Когда в фильмах проработаны очень хорошо детали. И здесь, вот, понимаете, очень все настолько, ну, эстетично, правильно и правдоподобно. Ну, я прожила с вами этот фильм. Я очень тронута. Огромное вам спасибо. Я и поплакала, я и посмеялась и получила колоссальные эмоции. Огромное спасибо. Честно говоря, давно уже не получала таких положительных эмоций именно от кино. Потому что то война, то какие-нибудь трансвеститы, то еще что-то непонятно. Честно. А тут вот просто жизнь. И причем жизнь очень реальная. И, видимо, уже с возрастом понимаешь, что ты хочешь и как ты хочешь увидеть. И спасибо. Было потрясающий фильм. И молодцы. Спасибо. Спасибо вам. Здравствуйте. Я хочу поблагодарить за кино. Кино действительно очень хорошее. И с точки зрения сценария, с точки зрения режиссера, а актеры вообще играют выше всяких похвал. Ну, а относительно того, что тема эта для России не актуальна, ну, тут, позвольте, не согласиться. Она актуальна везде. И с увеличением продолжительности жизни во всем мире таких фильмов будет больше. Японцы снимают такие фильмы. У нас, скажем, такие были фильмы, как «Все остается людям». В театре это соло для часов с боем. Ну, и так далее. Я бы хотел еще вот на что внимание обратить. Вы говорите о том, что здесь нету... Ну, это я к Вячеславу. Вот, что здесь нету таких, скажем, каких-то, ну, я бы сказал, таких мистических вещей. Есть. Есть. Ну, во-первых, герои курят травку. Когда забивают косячок в этот самый Беломор, ну, я думаю, что сейчас большинство людей этих знает. Я с этим впервые познакомился в начале 90-х, так, когда увидел, как эту травку курят. Здесь они курят, правильно держат эту папироску. Понимаете? Консультанты были. Да, да, да. Правильно держат папироску, потом вдыхают воздух. Ну, как положено все. Режиссер молодец. И потом, сейчас я этот режиссер хочу показать. Держите. Вот, помните, когда они друг друга по лицу делают, так, вот, вокруг глаза, по бровям и так далее. Что это такое? Это лежащая восьмерка. Что такое лежащая восьмерка? Это знак бесконечности. Кто еще не забыл школьный курс математики, они помнят. Так вот, этот знак бесконечности, он все время повторяется. Сначала повторяется на ребенке, потом повторяется на взрослом человеке, потом повторяется на отце. И поэтому, мне кажется, что вот эти знаки, они говорят о том, что это вещь, это вещь, вот, вечная. Эти отношения для всех. Они абсолютно естественны. Ну, а то, что любовь и ненависть, они же все там друг друга ненавидят. И в то же время все друг друга любят. И мне, например, понравилось, что прощают. Вот прощение – это хорошо. Спасибо. История сверхактуальная для России. Но я сказал о том, что поскольку для России почти нерешаемая вот эта история, то России в картине и нет. Хотя, может быть, режиссер к этому специально не стремился, но вряд ли бы Даниэль Альбрыкский приехал бы сниматься в Россию. Это точно. Он просто не приехал. Он не приедет в Россию. Это был первый вопрос, когда я ему позвонил. Он спросил, а где съемки? Ну, просто он по неким принципиальным соображениям в Россию после 2014 года не ездит. Не только он. Та же история, скажем, с Романом Балаяном. Ну, о другом немножко. Мистика, да, безусловно. Два самых сильных момента для меня в этой картине, может быть, вы со мной согласитесь. Это когда герой… Это такая цитата из Соляриса. Когда герой смотрит на своего отца, который вроде бы в жизни еще не разбит всеми этими болезнями. Да, он дирижер, он храбрится, он весь победитель. Но вдруг сын видит, каким будет отец. А может быть, этот отец так наигрывает, что в реальной жизни мы это не видим. Он через окна на него смотрит. Как Бонионис в конце Соляриса смотрит на своего отца. И вторая сцена, конечно, прекрасно придуманная. С Остроумовой, где возникла… Там не нужны доказательства любви, потому что они налицо. А на эту жизнь, от которой ее в свое время соединили, оторвали от этого мальчика, который… На словах она сказала, что была к нему привязана. Но это могли быть только слова. Вдруг мы видим другого Марка. Мы видим всю ту жизнь, которую герой не проиграл в своей реальной жизни. И это, конечно, очень сильный момент. Вот это мистика. Вот это я понимаю. Вот это тот мистический реализм, который как раз делает реализм еще, может быть, более сильным и реалистичным. Потому что есть вот это второе какое-то присутствие жизни. Тени того, что не случилось. В общем, много вызывает всяких ассоциаций. Вот эти вот моменты, по-моему. Ну, давайте еще ваши какие-то умозаключения. Добрый вечер. Вот здесь две руки сразу. Даже три. Во-первых, спасибо большое за фильм. У меня просто небольшая реплика по поводу «Восьмерок». Насколько я узнала буквально на днях, таким жестом жена Алексея Серебрякова укладывала спать своих детей. Совершенно верно. Вы прилежно изучаете прессу. Географию Алексея Серебрякова. Сергей, будьте добры, еще скажите по поводу музыки. Как вы Леонида Десятникова, как вы на него вышли, как вы с ним работали? Или вы сразу знали, что это будет Десятникова? Сначала у меня была такая рабочая гипотеза. Я подумал, зачем мне вообще без музыки сделаю фильм? Что это музыка сопровождает? Мы живем, у нас же не играет музыка, никак не комментирует наши события. Но потом, когда фильм монтировался, я начал все-таки искать. Думал, что композитора начал искать, кто бы написал ее. В общем, у меня такое было ощущение, что сейчас один композитор работает вообще в кино, который все фильмы обслуживает. Очень все похоже. Ну, какие-то референсы пытался подставлять. И однажды я достал музыку из кинофильма «Серп и молот», который я же делал, мы его уже сегодня упоминали 25 лет назад, и к которому написал музыку Леонида Десятникова. Я взял ту музыку, которая была из того фильма, и приложил к сценам этого. Вот вы ее и слышите. Я тоже очень удивлен, потому что Десятников для кино уже очень много лет не пишет. И уговорить его заново вернуться в кинематограф, по-моему, Сережа, никому бы не удалось на самом деле. Но я ему позвонил сначала, говорю, Леонид, может быть, я оперу пишу сейчас, я не могу. Вот, может быть, в 2020-м, если вы подождете, тогда я, собственно, и подложил ту старую музыку. Ну, нет, она адаптирована, она немножко оркестрована по-другому, там делали какие-то вариации, но это уже, конечно, не заново. Но, в принципе, это та самая старая музыка из того фильма. И мы с ним договорились, что теперь я буду всегда эту музыку использовать во всех новых фильмах тоже. Добрый вечер. Хотел поблагодарить вас за фильм и за любимых актеров, поклонник и Негода, и Серебрякова. И маленькая ремарка, мне кажется, вы правильно обозначили. Мне кажется, фильм даже не про старость, и даже не про отношения отца и сына. Мне кажется, это ваша своеобразная тонатостерапия, да, каким-то образом принять смех. Вот, и вы предлагаете один из вариантов. Я думаю, этот вопрос как бы вас волнует как человека, и вы красной нитью, значит, на него нанизивали различные сюжеты. Пожалуйста, ваше мнение. Спасибо. Вы абсолютно правы. Конечно, отношения отца и сына, и все, что между ними происходит, это материал, да. Но вообще, конечно, для меня этот фильм, на самом деле, это личная психотерапия. И как и для героя, да, для героя фильма, это то, что происходит в его отношениях с отцом, это его терапия, которую он проходит, и пройдя которую, он как-то вот обретает возможность, находит какое-то примирение с жизнью, что ли, какую-то перспективу себе находит. Потому что он... Фильм, собственно, о том, как найти в себе силы жить. Добрый вечер, Сергей. Огромное спасибо вам и всей команде, и актерам за такой замечательный фильм. Абсолютно согласна с вами, что он простой в смысле искренности, без двойного дна, как вы сказали в начале. И ты абсолютно веришь тому, что происходит, без какого-либо подвоха. Я бы очень поблагодарила вас за то, что история была не про сына с матерью, а про сына с отцом. Так получилось. Мне кажется, что у русских тема «мать и сын» очень часто и банально используется и прорабатывается. А вот тема «отец и сын» — это гораздо более сложный и гораздо более тяжелый вариант. И то, что здесь главный герой проработал и тему с отцом, и тему с матерью тоже, разобрался во всех своих вопросах, расплел веревки и пошел свою жизнь строить дальше — это замечательно. И, конечно, с отцом такое прощение, такой от ненависти к любви шаг — это, конечно, огромная работа их обоих. И актерская работа их тоже потрясающая. Спасибо огромное. А скажите, то, что мать должна была быть, это как-то связано с тем, что у Серебрякова мать тоже болеет? Нет, нет. Ну вообще, нет, не связано. Вы говорили, что под него списали сценарий? Нет, вообще, это не документальное кино в смысле обстоятельств. То есть, ну, факты все, в общем, в основном вымышлены. И чувства мои, факты, там, иголки у меня тоже нет в голове. Откуда иголка взялась в титрах, мы поняли. Откуда она взялась в жизни? Этого героя. По-моему, это не очень проясненный момент. Почему нет? Есть? Многим было непонятно. Отец. Я так плохо не думал об этом герое. Ну что, давайте последний вопрос и поаплодируем еще раз или просто поаплодируем. Мне кажется, замечательная, зрелая работа. Режиссер, вот Сергей, не просто там не умер, а наоборот, это вот чисто очень современное режиссерское мышление, оно присутствует в этой картине. Можно там найти, может быть, чему-то придраться, найти какие-то повторы в чем-то. Но то, что здесь совершенно художником, режиссером вела совершенно самостоятельная, профессиональная, легкая рука современного человека, современно рассказывающая историю, это, по-моему, без всякого сомнения. Потому что есть та ритмика, которая очень напоминает современную жизнь. Вроде бы только что мы сопереживали этому герою, вдруг он не умрет, но уже все случилось. Вдруг так, с какой легкостью эти два героя покидают этот дом, как освобождение от чего-то. Или наоборот, они нашли силы для новой жизни. Здесь каждый эпизод продиктован не одним, а каким-то, в целом, пучком мотивов, настроений. Это, конечно, большая ценность. Это очень современная картина. Вот с чем я хочу Сергея здесь на сцене поздравить. Прежде всего, с этим. Вот с этим. Последнее слово. Подсудимого. Ну, я тогда просто отвечу на тему современ. Меня, честно говоря, не очень занимает современное или несовременное. А если даже и старомодное, и несовременное. Ну, а что, по-моему, меня перестало вообще, я немножко об этом говорил в начале, что меня перестали занимать всякие зауми, формальные изыски в кино, какие-то желания быть современным, современный киноязык или что-то такое. Извини, так получилось, значит, так получилось. Я хочу сказать, что просто для меня основной ценностью на сегодняшний день, по крайней мере, в кино является прямой разговор о том, что волнует, о чувствах. И не интеллектуальные какие-то философские построения, для которых, ну, захочу я философских построений, там, я Шопенгауэра почитаю. Ну, кино про людей, про отношения с ними, и мне кажется, что высшей ценностью, для меня, как для зрителей сейчас, например, высшей ценностью в кино бывает то, когда я просто-напросто чувствую этих героев. Мне не нужно думать, что это значит там что-то, ничего не значит, вот кроме того, что я вижу, вот это вижу, что между людьми происходит, что они сражаются, болеют, что они любят, что они ненавидят, и что каким-то образом чего-то ищут, потому что мы все чего-то ищем, на самом деле. Мы же все пытаемся найти какую-то свою дорогу, хотим быть счастливыми, да? И не очень получается, но, собственно, в жизни есть поиск этого. А кто перестал, кто абсолютно уже в нирване, ну, да, жизнь закончилась, это только со смертью приходит. Ну, еще раз спасибо. Картина едет в Ханты-Мансийск, но там, наверное, она не в конкурсе, да, там дебютный фестиваль. Она уже была в других конкурсах, и в Выборге она была. В Выборге, ну, такой большой привет Сергею Александровичу Соловьеву, который... Обязательно, обязательно. Вот, ну, а мы, если есть желание снова прийти на нашу, так сказать, на картину, на разговор, 6, нет, 5 марта у нас здесь будет актер Александр Яценко, который представит фильм «Инсайт», фильм, который когда-то очень хорошо, ну, не когда-то, а пару лет назад прошел на кинотавре, и Яценко получил там приз за лучшую мужскую роль. Так что билетов почти нет, но, может, Вам повезет. Приходите. И Вы смело можете рекомендовать данный фильм, он выходит в прокат 7 марта, особенно в этот зал приглашайте всех друзей, кому хотите порекомендовать. 7 по 10 число по одному разу покажем, поэтому фильм того стоит, вот, чтобы его посмотреть. Если Вам понравился фильм, напишите об этом в Фейсбуке.